В Ульяновске прошел фестиваль любителей аниме «Духи-хранители живой природы». Фестиваль японской культуры завершил Поволжскую экологическую неделю. Как ульяновские анимешники чтят традиции страны восходящего солнца, расскажет Нелли Хачатря. Так переводится с японского счастья. Ульяновская Таносима, как по традиции называют фестиваль аниме, собрала сотни любителей, прорисованы большие глаза, волосы прядями и необычные проявления эмоций. Типичный герой японской культуры заполнили дворец творчества молодежи. Главный анимешник региона Виталий Савиных вспоминает конец 90-х прошлого века. Тогда загадочная аура Японии только начинала затягивать свои сети. Сегодня он тоже в образе, но не просто дух леса. Изучение природы стало его основной профессией. В перерывах между защитой и экологией он пытается понять, что же такое аниме. Это в первую очередь мудрное состояние, которое позволяет себе перевоплотиться, в какой-то мере отрешиться от постоянной сухой жизни, и суметь воплотить свои черты творчества в том персонаже или в том, что происходит. Манго – то, из чего рождается аниме. Комиксы, новеллы, компьютерные игры. В каждом произведении своя недетская философия, где почти не существует запретных плодов. От легких детских мультов до сака о вампирах и откровенного взрослого кино. Каждый находит свое и оживляет на сцене. Косплей – костюмированный театр, где актеры – сами анимешники. Александра сегодня в мужском образе японского музыканта Джей Рокера. Свой костюм для косплея. Она буквально собрала с миру по нитке. Около двух месяцев ушла на конкретный костюм. Собирался по разным городам материал. Очень многое не достать в Ульяновске. Например, у меня страза Смаровский, а не из Петербурга. Парик заказывался. В толпе ярых анимешников явно выделяется еще один участник костюмированного конкурса. Герой японского сериала, кавалерийский офицер Михаил Стрельцов, пожалуй, самый взрослый участник фестиваля. Аниме увлекается долгих 14 лет. Ну, извините, но уже 36. Что есть, то есть. Главное – не выбирать маленькую девочку за косплея. После основного шоу – игра в го. Древняя китайская забава тайными смыслами не уступает философским течениям. Тоска, так похожая на шахмутную, на самом деле – олицетворение мира. 361 перекресток. Дни года, а центр – небесный покровитель. Когда-то по этой игре гадали на судьбу. Нелих Чатриан Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok